На заседании областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь 7-го созыва утвердили окончательные результаты голосования. Всего участия в нем приняли 879 320 человек. Это 81,35% отнесенных в списки для голосования. Выборы состоялись во всех округах. В регионе на 17 мест в Палате представителей претендовали 72 кандидата. Наибольшее число голосов среди всех кандидатов получил Николай Васильков, который баллотировался по Будокошелевскому округу – 48 116, или 80% от общего числа избирателей. По словам председателя областной комиссии, избирательная кампания в регионе прошла в спокойном режиме в соответствии с законодательством. Свой полувековой юбилей отметил экономический факультет Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. За это время он подготовил более 9,5 тысяч экономистов. История факультета началась в 1969 году с открытием двух уникальных для страны специальностей – экономика труда и организации механизированной обработки экономической информации. Сейчас факультет представлен четырьмя кафедрами, которые готовят студентов по восьми специальностям. Две из них – экономическая информатика и бизнес-администрирование – появились в этом году, чтобы развивать в регионе цифровую экономику и организацию эффективных бизнес-процессов. Будущих экономистов учат более 50 преподавателей, среди них 5 докторов и 24 кандидата наук. Для студентов открыто 4 научно-исследовательских лабораторий. Для практической направленности обучения факультетам создано 8 филиалов кафедр на ведущих предприятиях области, среди которых Беларусьбанк, Беларусьнефть, Гомсельмаш и Центролит. Новое эндоскопическое оборудование для маленьких пациентов. Областная детская клиническая больница на этой неделе принимала делегацию из Японии. Именно благодаря японской программе «Корни травы» Гомельское медучреждение получило уже три гранта на покупку необходимого медоборудования. Последнее приобретение – современный многофункциональный эндоскоп. За 15 лет реализации программы «Корни травы» помощь получили не только медучреждения Гомеля, но и 13 районов области. Восьми из них гранты выделяли дважды. И только детская больница на Жарковского получила уже третий грант. Благодаря японскому эндоскопическому оборудованию обследование маленьких пациентов проходит более информативно. При проведении гастроскопии на большом мониторе сразу видны самые минимальные отклонения. На этой неделе начались праздничные мероприятия, посвященные 76-летию освобождения Гомеля от фашистских захватчиков. В железнодорожном районе возле памятника девушкам-зенитчицам прошел торжественный митинг. Участие в нем приняли руководство района ветераны и молодежь. В ходе мероприятия они возложили цветы и венки в честь тех, кто защищал Гомель во время Великой Отечественной войны. Память воинов, отдавших жизни за освобождение страны, почтили минутой молчания. Кроме этого, железнодорожный район присоединился к республиканской акции во славу общей победы. Во время митинга земля, собранная в местах захоронений, была помещена в общую капсулу. Акция пройдет по всей стране, а завершит свое шествие в день празднования 75-летия Победы. Капсулы из всех регионов поместят в крипту храма памятника в честь всех святых в столице. Мероприятие по случаю Дня освобождения Гомеля продолжится в понедельник и вторник. Состоятся торжественные митинги на Аллее Героев и Увечного Огня, а завершится праздник концертом.